Всем привет на канале Sound Elimination. Сегодня на обзоре Dogspotter от компании K9 Outfit Service. Этот поводок-корректор специально разработан для более лучшей управляемости вашей собаки. Как при выгулах, так и при дрессировке вы всегда можете намного лучше передать сигнал коррекции вашему питомцу и посредством этого намного эффективнее применять данную систему при работе повседневно с вашей собакой. Давайте сейчас перейдем к более детальному его рассмотрению и там разберемся во всех его нюансах, во всех его особенностях т.д. и т.п. Dogspotter состоит из двух частей непосредственно ошейника удавки и поводка. Давайте посмотрим ближе на ошейник. Получается все гениальное просто. Есть два кольца. Одно скользит под давливающим действием, обеспечивает. Второе, к нему крепятся непосредственно разные виды поводков, рулетки и все остальное. Конечно же тот, который в комплекте. Так можно закрепить, допустим, и другой. Обращаю ваше внимание, в данном моменте это поводок колар фирмы. Здесь у них такой необычный, скажем так, карабин. И вот это вот пространство, которое именно под кольцо сделано, не все крепежи ошейников подходят. Некоторые просто тупо не влазят. Это все в порядке, здесь никаких проблем не возникли, взяли, все хорошо. Плюс есть фиксатор, который регулирует именно охват непосредственно шеи собачки. То есть, зачем он надо? По большому счету первое, что вы можете выставить его на зоне шеи так, как вам надо. Допустим, если вы дрессируете для более лучшей коррекции, вы подтягиваете его, выставляете под самые уши. Там более чувствительная зона у собачки и более, соответственно, лучшее ощущение вашей коррекции, сигнала вашего. Если вы выгуливаете просто собаку, все остальное, вам не надо там, чтобы собака сильно прям чувствовала там ваше влияние, потому вы можете просто прям под торс чуть больше дать, да, прям под торс как бы опустить на шее как бы собачки или там посредине шеи как бы оставить все остальное. И соответственно, в отличие от других удавок, которые там, как правило, продаются везде, вот в чем его особенность, что он не слетит. То есть, другая удавка, там нет этого фиксатора, как бы, вот. То есть, кольцо свободно гуляет и оно, когда собачка бегает, там может распуститься, если вы там не подтягиваете вовремя, распуститься, собачка просто с него соскользнет. Здесь же таких вот, ну, раскладов как бы не будет, то есть, собака никуда не денется, вот. Всегда он будет четко сидеть на шее. То есть, вы можете отстегнуть и пустить ее на выгул, в нужный момент подозвать, прицепить там любой там поводочек или там водилочку и дальше там идти с собачкой уже держать ее под контроль. Вот. На концах, там где крепятся кольца, паракордовое крепление, надежно все сделано, не расплетется, никуда не денется, все в порядке, как здесь, так и здесь. Вот. Оно там еще в середине, тут, не знаю, видно, не видно вам будет. Усилена нейлоновой нитью. Хорошо, надежно, все качественно сделано. Вот. Перейдем к нашему, к нашему поводочку. Поводок так же самый, ничего там, нету никаких там сильно усложняющих систем. Затем есть две части, то есть, скажем так, две особенности. Есть ручка, вот, которую вы можете как вот непосредственно на руку закинуть и здесь крепить, то есть, никуда собака не денется, даже если вы вовремя не зажмете, все нормально. Можете вот так вот взять. Диаметр самого по себе поводка позволяет в любой части его держать и, ну, для руки никаких дискомфортов не будет. Как правило, делают там контроллеры, они более тоньше и в руку довольно-таки сильно врезаются, когда собачка дергает. Здесь никаких дискомфортов не приносит. Все нормально, вы можете обхватить в любой части, где вам удобно и нормально вести собаку. С другой стороны, есть карабин, вот, с вертлюком, то есть, оснащен вертлюком. Для чего это сделано? Это, в принципе, оснащаются все поводки, которые применяются для дрессировок и выгулов собак, потому что собачка имеет свойство постоянно там крутиться, вертеться и поводок начинает потихоньку вот так вот закручиваться. Вот. Для того, чтобы такой ситуации не было, есть карабинчик, пускай крутится сколько ей надо, поводок всегда будет в нужном вам положении, всегда удобно, комфортно. Вот. Ну и карабин еще плюс, что позволяет, что вы всегда можете, допустим, отстегнуть и заменить его, вернее, не заменить, а, допустим, если вам не надо там, допустим, удавка, вы можете пристегнуть к обычному ошейничку, так же само, никаких вопросов не возникнет. То есть, к шлее тоже самое можете пристегнуть, т.д. и т.п. Тоже очень удобно и никаких вопросов не возникнет. Вот. По плюсам, по минусам хотелось бы сказать, это все делается в Украине, разработано с участием кинологов-инструкторов, у которых есть многолетний опыт работы с собаками разных пород. Вот. То есть, стоимость, надежность и эффективность, это все как бы просчитывается при создании данного докспотера. Вот. И все это учитывалось. Плюс, допустим, если вы хотите заказать не такой цвет, не такой толщины, там у вас собачка там чуха-хуа, вам не надо такой прям громоздкий для стафов и овчарок. Вот. Вы можете заказать там тоньше, другого цвета, под вашу собаку или под ваши любые цвета. Все полностью элементы данного докспотера, все полностью индивидуально можете заказать. То есть, это большая такая классная особенность в наше время, потому что очень часто я смотрю там, допустим, на сайтах, классные кроссовки, не нравится цвет. Классный цвет, не нравится модель. То есть, вот такие. Здесь все это полностью индивидуально под вас, потому связывайтесь с разработчиками, с ребятами, которые это все дело сделали, и они вам помогут в любом вашем вопросе и удовлетворят любые ваши запросы. Вот. По минусам. Ну, единственный минус, даже не минус, а придирка, само по себе вот на удавке, вот, кольцо, которое скользит, со временем, ну, конечно, как бы чуть-чуть подтирает и изнашивает саму по себе именно материал. То есть, ну, как бы ошейник там со временем приходит там в негодность. Ну, это более, допустим, придирка, так как, допустим, те же самые кроссовки, они тоже стираются, те же самые шины на машине, они тоже стираются, потому это все дело, рано или поздно, как бы, ну, сила трения влияет на все, потому, наверное, более придирка, а не минус. Притом, ребята учли такой момент, потому специально то же самое можно его, да, это не, скажем так, не общая система, да, то есть не одно целое. Вы можете, как бы, это дело поменять, убрать, заказать другой, он будет намного дешевле, заказать другой и дальше пользоваться этим всем преимуществом. Итак, давайте подведем итог. Данный Докспоттер отлично корректирует собачку, очень хорошо помогает достучаться до вашей собаки и передать ваш сигнал ей как при выгулах, так и, если вам надо, допустим, там дрессировать собаку, то есть вы можете его применять при любых ситуациях повседневной жизни с вашим четвероногим другом. Особенно вот даже исходя из моей практики дрессировки собак, когда я занимаюсь с людьми, очень много пожилых, допустим, женщин или детей жалуются, что физических сил не хватает правильно четко дать сигнал. Это очень важно в начале ваших дрессировок, чтобы хорошо давать сигнал коррекции, но также не травмировать сигнику собаки. То есть, допустим, парфорс, он помогает вам справиться с собакой, но он очень сильно травмирует собаку. Это нарушает, во-первых, это нарушает, во-первых, передачу сигнала собаке, то есть, может собачка на вас даже обозлиться, потерять контакт ваш с собакой. Во-вторых, она постоянно приносит болевой, скажем так, сигнал, то есть, он не корректирующий, а именно болевой. Это, ну, такая жесткая корректировка. Данный же ошейник, вот, с давляющим плотом, мягкая собачка корректирует. Она абсолютно не чувствует, там, допустим, каких-то там дискомфортов. Но в нужный момент она, поверьте мне, хорошенько, как бы, ощутит то, что вы хотите достучаться до нее и обратить на себя внимание. Поможет всем людям, как опытным, так и неопытным. Потому рекомендую обратить внимание на данное изделие. На этом все, в принципе. До новых встреч в эфире. Встретимся на канале Sound Eliminate. Счастливо! Помогите. Музыка. Продолжение следует...